В Европе случилась маленькая, но важная революция. С осени 2020 года тамошние власти внезапно разрешили почти на метр увеличить длину кабин бескапотных грузовиков. И первыми свежие правила применили голландцы из относительно маленькой, но очень гордой компании DAF. Так у DAF-овских кабин нового поколения появился небольшой полукапот — 16-сантиметровая сминаемая зона, повышающая пассивную безопасность грузовика. Плюс носатый передок существенно улучшает аэродинамику, снижая расход топлива. Кроме того, в гамме марки появились модели XG и XG+, у которых задняя стенка кабины отодвинута на 33 сантиметра. Это позволило организовать самый просторный спальник среди всех европейцев, ведь объем кабины составляет рекордные 12,5 кубометров. При таком просторе инженеры смогли разместить внутри полноразмерную кровать длиной 220 и шириной 80 сантиметров. Притом из ортопедического матраса, оснащенного массой регулировок, можно соорудить даже полусидячее кресло. Сам интерьер полностью новый, хотя фирменные особенности — выдвижной обеденный столик, масса вещевых отсеков и встроенная бытовая техника — сохранились. На рабочем месте водителя появилась цифровая панель приборов и большой тачскрин-медиа-системы. И, конечно, по последней моде DAF предлагает заказать комплект камер вместо наружных зеркал заднего вида, а в правую дверь можно врезать окошко, через которое будет просматриваться, пожалуй, самая коварная из всех слепых зон. В плане техники заявлены хорошо знакомые перевозчикам двигатели PACCAR, рабочим объемом 11 и 13 литров, а также роботизированные коробки ZF серии Traxxon. Но инженеры уточняют, что моторы и трансмиссия доработаны. В итоге межсервистория, сервисный интервал теперь составляет фантастические 200 тысяч километров, а расход топлива, в том числе благодаря носатым кабинам, снизился аж на 10%. И это серьезные доводы, чтобы выбрать DAF, а не другую марку грузовиков. Первыми на конвейер станут шасси и тягачи 4х2 и 6х2, а затем гамма расширится другими вариациями. Запуск серийного производства новинок отложен до конца этого года, так что мы увидим носатые бескапотники не раньше следующего лета. Любопытно, что появление близких по формату конкурентов пока не предвидится, ведь MAN и Volvo лишь недавно обновили старые кабины, а Scania меняла поколение 5 лет назад, что для грузового автопрома вообще не срок.